Они в реке, не ищите их! Ну придется садить в реку. Ну, я всегда был. Ай-яй-яй-яй-ка! Так, не получится, что на сказывающей поляны без русалок. Мне четыре русалки нужны. Кто готов сделать праздник? Да, мне нужны взрослые русалки. Вот, ой, какие русалки. Нет, нет. Вот, 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 вот. Давайте, давайте. О, сколько, я не знаю. Вам самое легкое. Значит, сейчас два добрых молодца. Крепкие, которые сильные. И задача будет вороты держать. О, молодцы! Значит так, вы находчивы. Очень. Вот здесь вот за кустом стоят две березки. Их надо сюда принести. Только они связаны, да. Вот прямо вот здесь за кустиком. Принесете сюда? Сможете принести? Так, так, так. Русалки-то куда? За березовую не знаю. Так. А вы там не русалочка. Вот там вот у метелого. Вот такой человек сидит. Видите? А то не пустит. Да не пустит. Вот там. Там сейчас мы вам расскажем. Там четыре веника. Значит, два копивных. Березовый и луковый. Принесите, пожалуйста. Это красота. Значит, дорогие гости, сейчас мы... Режьте, режьте. А куда мы садим? Вот сюда листаем. Вот к рассказочному поляну, чтобы попасть, надо через ворот-то пройти. А кто пройдет, там русалки будут встречать. И хлистать будут. Веник заевать хлистать. Говорит, шутурь выбиваем. Да. А потом мужчин березовым веником. Оборот, Леша, кто переводил? Ой, губовый гейн. Да? А девчонок березовым веником хлистать будут. И говорит, здоровья прибавляем. Кто не пройдет через этот обряд, на сказочку порядок не попадает. Поэтому, дорогие, объедитесь по парам, так, чтобы юноши стояли с внешней стороны, чтобы удобнее хлистать было. А с внутренней стояла бы девушка красивая. Да. Ну, значит, где-то будут две девчонки. Ну, что же делать? По статистике, как...